Группа «Ночные снайперы» дала грандиозное шоу в Москве. Сломавшийся подъемник вынудил сорок и пятилетнюю Диану Арбенину изменить ход концерта. Рок-звезда заранее объявила поклонникам, что выступление на столичном стадионе ВТБ-арена станет для нее главным в 2020 году. Исполнительница впервые отказалась от участия во всех фестивалях года. Она намерена написать книгу. Диана впервые сыграла концерт на 360 градусов. Сцена была установлена посередине зала. «Я хочу быть везде, покрыть своей энергией всех людей, которые пришли на мое выступление. Мне очень хочется, чтобы эта площадка, которую я люблю, стала домашней площадкой группы «Ночные снайперы». Думаю, мне здесь будет очень классно играть», — высказала мнение Арбенина за час до своего шоу. Единственная представительница российского женского рок-н-ролла, которая продолжает выпускать альбомы и собирать стадионы, эффектно появилась на сцене. Диана поднялась на конструкции. И этот громоздкий подъемник неожиданно оказался главной фишкой шоу. Технические специалисты не смогли убрать конструкцию, и она мешала певице передвигаться по сцене. Терпение Арбениной лопнуло после десятой композиции, звезда прервала концерт. «Родители, пожалуйста, закройте уши детям», — предупредила она. После этого фронтмен группы эмоционально обратилась к работникам сцены, используя ненормативную лексику. «Меня обламывает та звездочка, 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 которая стоит посередине», — заявила Диана. «Не ломайте нам праздник и не обламывайте людей, которые пришли сюда. Я этого концерта ждала целый год. Даю вам две песни. Если не уберете эту звездочка, звездочка, звездочка под сцену, я пойду петь в танцпол». Увидев, что подъемник так и остался на сцене, исполнительница выполнила свое обещание. Не прекращая петь, она обошла весь стадион. Арбенина проходила сквозь толпы восторженных зрителей, жала им руки и даже разрешала делать селфи. Выбрав удобное место на трибуне, она исполнила несколько треков из народа. «Этот концерт будет незабываемым», — заверила рок-музыкант. «Может, они специально это подстроили, чтобы спровоцировать меня пойти к вам. А у меня все равно классное настроение. Нас обломать невозможно». Диана сменила за свое выступление три наряда. Она начала концерт в черном платье, затем переоделась в красное, а завершила шоу в белом. Арбенина исполнила 28 песен. Треки из свежего альбома «Невыносимая легкость бытия» и свои главные хиты. С особым вниманием фанаты послушали эксперимент, первый сингл группы 2020 года, который был выпущен накануне шоу. Сегодня поклонники «Ночных снайперов» публикуют в соцсетях видео фрагментов концерта и делятся впечатлениями. Шоу не остановилось ни на минуту. Все вживую, сумасшедшая энергия. Диане не нужны были перья, подтанцовка и голые люди на сцене, невероятный концерт. Арбенина живая, яркая, настоящая. Энергия так и бьет через край. И когда подъемник не смогли убрать, она психанула и обошла весь стадион по кругу, залезла по креслам на ряды, пела, играла на гитаре, обнималась с детьми, шикарный концерт. Диана даже небольшое техническое недоразумение обыграла так, что все смеялись. Но и танцы по Луис за этого несказанно повезло. Приехали с подругой из Твери, как будто в другой мир попали, был с ребенком, обоим понравилось. Диана, спасибо, очень классный зритель у тебя. Мириады самолетиков чего стоят, я такого не видел раньше, пишут фоловеры. Лидер группы «Ночные снайперы» в прошлом году высмеяла поклонников Евровидения, которых возмутила Мадонна. Недавно в семье Дианы был праздник. Ее детям, двойняшкам Артему и Марте, исполнилось 10 лет. Знаменитая мама адресовала им нежное послание. Видеообращение Арбениной к читательницам Казма Палутон можно посмотреть здесь.